У нас, к сожалению, не примет участие сегодня представитель компании Ипсус. Как вы знаете, это крупнейшая исследовательская компания. Ее выводам можно доверять как Камертону, как многие считают. Но, тем не менее, у нас появился новый участник Олег Давидович, маркетолог с большим опытом, который работал маркетологом в еще доцифровую эру. Что, мне кажется, по-своему очень ценно. Поскольку особенность нашего времени, мне кажется, заключается в том, что все, кто не в дичитал, простите, им кажется, что не их сочтены, а все, кто уже в дичитал, считают, что ничего, кроме дичитал, вовсе не останется. И вот я, когда перед началом нашей панели разговаривал с участниками, я обнаружил, что вот у Олега, маркетолога с большим опытом, и цифровым, и доцифровым, тоже есть определенная доля скепсиса насчет того, что все произойдет. Его выступление мы оставим на закуску, а вначале дадим слово тем, кто в этой среде живет и побеждает. Артем Гроза, директор бизнес-направления бутик Demis Group. Это дичитал-агентство, которое оказывает услуги большому количеству клиентов по продвижению и маркетингу в дичитал-среде. Артем, вы готовы? Да. Прекрасно. Спасибо всем большое, кто сегодня пришел в офлайн. Очень надеюсь, что кто в онлайне, мой доклад будет интересен. Как Илья правильно сказал, я представитель такого диджитального мира. Диджиталом я занимаюсь относительно давно. С 2008 года я погрузился в диджитал-среду, как только она была новым ответвлением. И зачастую диджитал крупные клиенты покупали только, чтобы получить скидку на оффлайновые медиа. То бишь, когда вы вливаете крупные инвестиции в телевидение, в радио, впечатку, в наружку. Но в условном 2008 году, чтобы получить дисконт на прайс, нужно было прикупить новоявленного сущности. В частности, контекстная реклама. Могу сказать, что был, пожалуй, таким пионером, потому что условно Яндекс.Директ и Гугл Эдс, как представители этих контекстных систем, которые дошли до наших дней, Яндекс и Гугл, они только формировали свою какую-то базу техническую. И мне довелось увидеть, как трансформировались и как эволюционировали не только условно-контекстная реклама, но и все остальные каналы, которые за вот эти 14 лет добавлялись. И так как я не только теоретик, я и практик, я с командой всегда смотрел, проверял, что происходит внутри, держал и держу, продолжаю держать руку на пульсе, чтобы понимать, в чем отличие того, что пишется в справках про ту или иную рекламную систему и как она на самом деле работает. И хотел бы на примере вот такого, пожалуй, классического слайда Customer Journey, это фактически путь пользователя в диджитальной экосистеме, именно рассказать про тенденции, как изменялись одни каналы, как они во что-то трансформировались, с чего они начинались. Опять-таки, вот этот слайд, он достаточно классический, где по воронке, которая замыкается, мы сталкиваемся, находим нашего потребителя изначально более общими широкими каналами, то бишь мы растим знания для человека, который ничего не знает о нашем продукте, и мы появляемся в его жизни и просто намекаем ему, что вот, для решения определенных задач, в принципе, есть вот такой-то продукт. Далее, в тот момент, когда человек заинтересовывается, мы подключаем некие другие форматы, каналы, источники и продолжаем движение с этим пользователем. Далее мы помогаем ему выбирать, когда он уже определился, что да, окей, мне нужна определенная такая вещь, но фактически, вот условно, там на 128 гигабайт или там на 256 гигабайт, если мы говорим про условно какие-нибудь телефоны, да, про какую-нибудь там видеокарту, там или автомобиль, все же в черном или в светлом салоне. Далее, другими каналами мы помогаем ему уже совершить этот фактический процесс покупки, когда он определился, да, что товар нужен вот именно такой, а теперь у кого мы его покупаем. И последнее замыкающее, это повтор покупки, репит, когда происходит какие-то допродажи, когда происходит еще какие-нибудь расширения доп. опций. Это вот такая классическая вещь. По факту в жизни оно происходит совсем не так, потому что пользователь, к сожалению, не идет по воронке выстроенной, которую маркетологи очень любят расписывать и именно показывать, а сколько людей у нас из этого канала перейдет в этот, а потом из этого сюда. На самом деле все происходит хаотично, то есть человек метается от одного бренда к другому бренду, испытывает интерес, потом уже готов был купить, но, собственно, опять-таки все сорвалось, и метание происходит в действительности очень хаотичной, и от тематики к тематике они различаются. Но что здесь основное, что можно выделить, что постепенно, и вот эта вот воронка, она существовала практически всегда, но постепенно на нее, как елочные игрушки на елку, нанизывались различные каналы, инструменты и форматы. Так, в частности, если вернуться к далекому 2008 году, откуда все пошло, в первую очередь была контекстная реклама. Три основных игрока в рынке контекста. Это Яндекс с продуктами Декс.Директ, Google с продуктом, Google Ads, он назывался Google AdWords, и компания Бегун. Компания Бегун, которая... У каждой из компаний фактически был свой вектор развития, своя некая стратегия. Яндекс всегда говорил, что есть поиск, и ничего кроме поиска, и потом фактически появлялась партнерская сеть Яндекса, но Яндекс многие годы не делал упор на нее. Бегун говорил, что есть только как раз обширное количество различных сайтов в Рунете, на которых сидят пользователи, а поиск — это такое не очень важное явление. Ну почему? Потому что у Бегуна в тот момент из всех партнеров был только Рамблер. Доля Рамблера в поиске, хоть он и был одним из самых первых поисковиков, но уже не спорядилось так, что про Яндекс знают все, а Рамблер является одним из партнеров поисковых теперь фактически у Директа, Яндекс Директа, Яндекса. И был Гугл, который на международной арене развивал два направления, как поиск, так и различные сети. И спустя года мы видим, что ставка, ну на самом деле, сыграла больше всего у Гугла, который поддерживал оба направления. Бегун, к сожалению, ну я, наверное, года 2014-го не вижу ни в каких брифах запросов от клиентов на данную площадку, и, собственно, мы ее давным-давно не ставим ни в какие планы. И Яндекс сменил свою парадигму про то, что есть только поиск. Яндекс начал развиваться активно и в различные партнерские сайты свои. Как следствие, мы видим появление такого продукта, как Яндекс Дзен. Это когда вы заходите на поиски Яндекса, начинаете на телефоне листать ленту вниз, она такая нескончаемая. И там куча авторов пишет, куча разного контента и так далее. То бишь, это задел Яндекса на создание дополнительного инвентаря, на создание дополнительных площадей, на которых Яндекс может прокоммуницировать с вашими потребителями. И Яндекс делает в это огромные инвестиции, и, в общем-то, оно все закономерно. Бегун с парадигмой того, что вот есть только различные сайты, которых огромное-огромное количество, к сожалению, успехов не добился. И понимая вот это, что подход, когда у тебя огромное количество сайтов, на которых ты можешь купить огромное количество кликов по дешевой цене, это не совсем рабочая модель, оно откликается в следующем продукте, который появился тоже в будущем, условно, в году, так в 2016. Медийная реклама. До этого, как всегда было, в рекламных агентствах были байеры, менеджеры, которые звонили на определенную площадку и договаривались о покупке определенных самых трафиковых мест, в прайм-тайм, условно, когда покупали баннер, статичное размещение на неделю в определенных местах. И был силен тот байер, у которого было огромное количество номеров телефонов, как бы карту у шулера в рукаве, и он мог договориться на лучших условиях, подвинуть какого-то другого рекламодателя, чтобы встал его рекламодатель. Это было все очень сильно завязано на человеческом факторе, и было не очень-то, ну, как сказать, удобно, потому что и площадки недополучали какой-то там трафик, потому что у них условно выкупали самые основные места, но оставалось огромное количество нераспроданных мест, и фактически они не могли туда найти рекламодателей, и места простаивали, деньги не зарабатывались, и как-то было не очень интересно. Параллельно в контекстной рекламе уже шла автоматизация. У нас было по минимуму общение с какими-нибудь менеджерами, кроме техподдержки, которая очень слабо на тот момент тоже понимала, что у них происходит в собственном продукте, мы общались фактически с роботами. И я в этом в далеком восьмом-девятом году еще понимал, что, ну, скорее всего, к этому все и будет идти. И в условном там шестнадцатом-семнадцатом году на рынок выходит такая вещь, как программатик реклама, да, это аудиторная закупка. Простыми словами, чтобы было всем понятно, это фактически медийная реклама 2.0. То есть, если раньше менеджер звонил на площадку и говорил, мне нужно такое-то, такое-то место, теперь никто никому не звонит, все происходит в автоматическом режиме, мы просто условно задаем изначально роботам определенные алгоритмы, какая аудитория нас интересует, да, с каким паттерном поведения, с какими интересами, какой платежеспособностью, возможно, она обладает. И на базе этого робота просто сканируют сеть, и когда человек заходит на определенный сайт, и робот условно понимает, что, да, этот человек подходит под условно бриф этого клиента, происходит автоматический аукцион, реал-тайм бидинг, да, в реальном времени, и показывается условно баннер нашего клиента, если наша ставка оказалась выше. Вот, то есть, оно все вот так вот трансформировалось и перевелось от ручного какого-то участия, там, человеческого фактора, да, и каких-то договоренностей в полную автоматику. Оно, конечно, повлекло за собой огромное количество тоже нюансов, когда в попытке купить свою аудиторию как можно дешевле, да, прокоммуницировать с ней, высок шанс того, что мы уходим от этих качественных площадок, за которые раньше как раз байеры боролись, созванивались там, да, передоговаривались, что именно нужна вот эта площадка в плане, потому что там целевая аудитория, потому что площадка хорошая. Сейчас в автоматике очень легко и просто показать клиенту оптимизацию плана, показать, что вот мы уменьшили стоимость закупки, но фактически размещаться мы будем на очень весьма странных ресурсах. И я не говорю о том, что это какие-то ресурсы там с порнографией, ужесточениями, какими-то там катастрофами, нет. Это сайты, которые фактически созданы специально для того, чтобы их продавать, их покупали роботы, покупали у роботов, да, то есть как бы система видит, что да, есть соответствие, допустим, контента этого сайта к там той аудитории, которую мы привели, и вот нужно произвести аукцион. И в целом мы снижаем стоимость закупки, а качество контакта теряется. Вот при человеческом подходе, да, чаще всего можно было избегать эти вещи. В автоматике оно все же, ну, несколько такой плавает. И изначально было такое четкое градации разделения, что есть определенные каналы, которые для одного потребителя, для одного клиента, а другие каналы для другого. Допустим, если вы бренд и выводите новый продукт, то вам нужны охватные каналы, медийка. А если вы интернет-магазин, который продает эти товары, то вам медийка не нужна, вам нужна определенная, допустим, контекстная реклама, которая отработает ваш поисковый спрос. То есть те, кто ищет вашу услугу. И постепенно, постепенно, тоже в качестве такой эволюции, это все начало смешиваться. То бишь, каналы начали быть условно взаимозаменяемыми. И сейчас мы видим, что, допустим, каналы селлера, это те каналы, которые как раз условно для дилера автомобильного или же для интернет-магазина, что интернет-магазины стали использовать и более охватные медии. Хороший пример тому, это вот Озон, к примеру, это компания, которая уже от интернет-магазина, которая в первую очередь использовала контекстную рекламу по всему своему каталогу и какие-то размещения в социальных сетях, сейчас использует, что только не использует, и охватные медиа, которые на грани оффлайна и онлайна, когда, допустим, едя по Ленинградке, мы видим огромный-огромный цифровой баннер в высоту многоэтажного дома, и мы видим там размещение условного Озона. Потому что эта закупка происходит изначально на автоматическом режиме роботами, но размещение в оффлайне, цифровое телевидение. Таким образом происходит явное смешение, этих каналов, но какого-то явного изменения паттернов, изменения канала в 2022 году мы не ожидаем. На данном слайде скриншот графика ребят из ЭД-Индекса, в конце ноября 2021 года они собирали по прогнозам разных рекламодателей, в среднем по рынку, какие каналы будут использоваться в 2022. И, как видим, игроки плюс-минус те же, те же самые форматы. Есть какие-то небольшие изменения, когда происходит перетекание из одного канала в другой, но какого-то ярко выраженного изменения не происходит. И самое главное, что те форматы, которые сейчас есть, они такие более устоявшиеся, которые пережили уже не один условный виток очередных кризисов, и они для рекламодателей оказались все равно наиболее востребованными, благодаря которым рекламодатели могут получать возврат инвестиций. Так, допустим, условно, в 2014 году был такой продукт, купонаторы, они до сих пор живы, они преподносились и продавались как убийца контекста. Я чуть позже расскажу, почему именно все за контекст цепляются. Но именно это так преподносилось, что вот с помощью купонаторов можно сделать увеличенное количество продаж, и там была определенная эта схема, что ты даешь дисконт, но тебе нужно купить, продать с помощью этих купонов на определенные суммы. И схема, ну, на наш скромный взгляд, она не прижилась. То бишь, опять-таки, не видел с года 2016-2017 больше никакого брифа на какие-либо купонаторы. Я знаю, что некоторые клиенты до сих пор это используют, но это ушло из масс. Аналогично преподносилась как раз и программатичная закупка, про медийку 2.0, которую я рассказывал, что она должна перевернуть рынок, что-либо сделать. Ну, реально нет. То есть с точки зрения технологии это позволило автоматизировать определенные процессы, но мироздание это не поменяло. То бишь, вот в нашем понимании весь диджитал, он развивается так явно по спирали. И что бы ни происходило, все равно в каждой нише есть каналы, которые, когда вы начинаете запуск, нужно забирать полностью. Вот Google официально преподносит это как каскадное планирование. В нашем понимании это планирование здравого рассудка. То бишь, вы понимаете, что, допустим, у вас есть какая-то услуга, и эта услуга обладает спросом. То бишь, люди хотят ту вещь, которую вы оказываете. И вам, в первую очередь, нужно максимизировать эту отдачу. То есть 24 часа на 7 вы, условно, должны быть в поисковых системах, а каждый раз, когда люди спрашивают вашу услугу, если ваш колл-центр, условно, позволяет, принимает вам 24 на 7, и вы там должны присутствовать. Но емкость этого, она ограничена. То есть есть предел емкости, когда вы ее достигаете, и когда вы начинаете, продолжаете дальше инвестировать, инвестировать в этот канал, он уже не приносит вам такой желаемой отдачи. У него увеличивается стоимость контакта взаимодействия, процент конверсии остается тем же, и на круг вы получаете увеличение расходов, но не такого большого прироста потребителей. Соответственно, до этого момента нужно начинать переходить на другие стадии, на другие каналы, которые есть в Рунете. И, допустим, по примеру Гугла, это, допустим, медийное объявление, либо это какие-то баннеры в сети, либо, опять-таки, переход на видеокоммуникацию в Ютюбе, если мы говорим на примере того же самого Гугла. И какой там всегда был подводный камень. То есть, как только это все начиналось, системы предлагали только широкие таргетинги, что, условно, у вас какой-то узкоспециализированный продукт, и вы таргетируетесь, ваша целевая аудитория, то, что вы видите по факту, да, кто к вам приходит, по вашей сервисистеме, что это, допустим, платежеспособная аудитория определенного возраста с определенными интересами. И поначалу это не было в системах. Был, а была возможность, знаете, просто стрелять из пушки по воробьям, как по принципу телевизора, потому что вы же там, я на то же, не можете таргетироваться, у вас только возможность в определенные часы выпуститься на определенных каналах, купить это пакетом. В диджитале же сначала была возможность, условно, покупать определенный гео, всю Россию и определенный возраст, то, что системы видели от интернет-провайдеров, что системы только пытались, обучались, что это же за потребители, да, которые у них есть. И постепенно это все грейдилось, да, апгрейдживалось, появлялись новые, условно-таки, срезы и сегменты. Но в каждой крупной системе, будь то Яндекс, Гугл, Ютуб, Фейсбук, социальные сети, которые, да, появляются как раз в Контакте, то же самое, Инстаграм и ТикТок, им неинтересно дробить колоссальную аудиторию, потому что это лишняя нагрузка на их сервера, это лишнее финансирование, а дач от этого, ну, не так много, да, это по принципу порядка, когда вы 20% усилий своих сделали и получаете 80% доходов. И следующим путем эволюции в диджитале было как раз нахождение вот этой нестандартной, уникальной аудитории. И это как раз больше всего касалось каналов социальных сетей, которые, да, активно в обиход и в жизнь вошли, как и, собственно, всего другого медийного пространства, который сейчас объявил себе программатик. И так как люди в Рунете, они фактически оставляют эти хлебные крошки, то по ним можно собирать эту аудиторию. А какие хлебные крошки, да, то есть люди оставляют там какие-то данные в соцсетях, чекинятся, посещают определенные сайты, генерят собственный там какой-то контент, имеют неосторожность оставлять свои номера телефонов, эмейлы, в различных форумах, в каких-то форумах и форумах, и как бы потом удивляются, что они куда-то там попали в какую-то базу, прозвоны и тому подобное. Это до сих пор, да, сплошь и рядом. Но благодаря легальным данным, которые пользователи оставляют, оставив свою галочку, что да, даю согласие на рекламу и тому подобное, у маркетологов появилась возможность собирать вот эти уникальные сегменты, которых по умолчанию не предоставляют условно тот же самый ВКонтакте, Фейсбук, Яндекс и так далее. То бишь, когда приходит клиент и говорит, что вот моя такая аудитория вот с такой-то платежеспособностью, мужчины 35+, предпочитающие там, руководители среднего звена, предпочитающие автомобили, опять-таки в светлом салоне, есть возможность попытаться найти подобную аудиторию. И сильно то рекламный агентство, которое просто глубже катает, докапывается до этих деталей, которые в диджитале, в отличие от стандартных медиа, вагон и маленькая тележка. И вот как раз, вот это было долгое время таким, знаете, столпом, что если работаем с охватными медиа, то идем в сторону precise, уточнения, что мы как раз находим из общей воронки всех-всех-всех подряд, мы начинаем вырезать те сегменты, которые нас интересуют. Но, как я говорил, диджитал, в нашем понимании, он развивается по спирали. И фактически подобно солнечной нашей системе, которая чаще всего в учебниках астрономии девятого класса нам показывает просто такое в 2D, как просто планеты крутятся вокруг Солнца. Фактически же Солнце, оно мчится, оно мчится в космосе, и планеты идут по спирали, и это все движется, и некоторые движения, они повторяются. То же самое мы видим и в диджитале, что некоторые сверхинновационные вещи, которые есть сейчас, это просто виток развития тех вещей, которые были там условно 5 лет назад, 5-10 лет назад, и сейчас они несколько видоизменились. И для тех специалистов, людей, которые только сейчас заходят в диджитал, я понимаю, что там информации просто огромное количество, и переварить эту всю информацию достаточно сложно. Когда я обучаю вновь прибывших в команду, я стараюсь это раскладывать по полочкам, откуда все началось, именно причина следственной связи, почему так, почему не так, и почему вот это нововведение, которое сейчас вышло, не стоит совсем уж на него прям совсем верить, тем ожиданиям, которые уважаемый отдел продаж со стороны площадки нам рассказывает, как это на самом деле будет космические корабли летать, из лазеров отовсюду стрелять. Потому что некоторые подобные вещи мы уже видели в прошлом, и поэтому есть определенный скепсис. Но все равно оно развивается, и те вещи, которые мы делаем сейчас, те вещи, которые мы делаем сейчас, лет пять назад сказали бы, что крайне сложно, и тебе нам еще нужно пожить, лет десять назад реально бы пальцем у виска покрутили, и сказали бы, что, ну, как бы, нет, этого никогда не будет. И вот то развитие, которое есть, как оно по спирали, по воронке это идет, оно привносит новые интересные вещи, но при всем при этом мы заходим в 22-й год с теми проблемами, которые были в диджитале изначально, которые решить фактически не могли тогда, оставляя это на будущее, да, типа, я подумаю об этом, как Скарль Тохара, подумаю об этом завтра. Вот завтра наступило, а так никто и фактически не подумал, и решения, которые есть, они весьма такие, они либо очень дорогущие и неоднозначные, либо просто неоднозначные. И я выделил несколько вещей, которые вот, с чем мы сталкиваться будем в 22-м году. Первое, прям вынесу заголовок, это распределение, так как прям головная боль каждого маркетолога, распределение лидов по каналам наиболее популярной летсклик-модели. Это что значит? Вот допустим, у вас интернет-магазин, вы запускаете различные каналы, контекстную рекламу, делаете себе продвижение в органике, соцсети, медийную рекламу и смотрите в систему аналитики, там, Google Analytics, либо любую другую, и все они живут по, плюс-минус по одному и тому же принципу, что они учитывают вклад последнего касания. То бишь, если у вас человек сначала, вы запустили медийную рекламу, он увидел вас в медийке, узнал, что вы вообще существуете, потом пошел в соцсети, вы достали его там в соцсетях, показали, потому что вы из, грубо говоря, из того среза аудитории, которая интересна, непосредственно клиенту, вы показали ему пост, а потом человек пришел по органической выдаче напрямую на сайт, аналитика вам показывает, что самый молодец здесь органика, то есть последний канал и все условно лавры, первенства уйдут в эту органику. Это может очень легко привести вас в заблуждение о том, что медийная реклама неэффективна, размещение в социальных сетях неэффективно, нужно все отключить, всю рекламу отключить, просто открыть карман, ждать, когда деньги придут. Это путь, который приведет к резкой стагнации, то есть возможно лавинным эффектом будут еще какие-то заказы, продажи, а потом просто все это таким затихающим моментом будет происходить, а вас никто просто не узнает, приходить не будет. Поэтому крайне важно смотреть на все комплексно. Второй момент, который такой, он был всегда и до сих пор с нами остается и скорее всего в ближайшем будущем будет, для любой системы аналитики, для любой системы сквозной аналитики, если вы зашли изначально с мобильного устройства, посмотрели, посидели, там что-то, оставили даже какую-то заявку, система вас запомнила, узнала, потом вы заходите с десктопа, потому что с мобильного телефона, все так же неудобно, даже на оптимизированных сайтах заполнить какие-то формы, проводить какие-то оплаты, лучше спокойно сесть перед ноутбуком или десктопом и что-то заполнить. И вот вы когда заходите с этого второго устройства, система о вас ничего не знает, то есть вы для нее совершенно новый пользователь. И опять перескладывается вот это странное впечатление, что вы вкладываете бюджеты в коммерческий трафик, большие инвестиции, но они вам ничего не приносят, а люди просто так берут и приходят на ваш сайт. И с этим тоже нужно уметь работать. Есть, повторюсь, решения, они не в рамках данного короткого выступления, есть дорогущие, неоднозначные решения, есть решения, которые чуть подешевле, но это более такое для крупного бизнеса. И три штуки, которые объединю в одно, это все мы в диджитале знаем, что в 22-м году активно идет условное такое вымирание способов лучшего таргетирования, лучшего понимания, какой пользователь перед нами. Происходят различные запреты о передаче информации, о объектах, интересах, какие сайты посещал и тому подобное. Это все фактически живет в определенных файлах, в браузере называется cookies. Вот они умирают. И это на законодательном уровне все идет, опять-таки, в Европе, в Штатах под общей эгидой конфиденциальности и неразглашения информации. Как следствие, для рекламодателей это просто ухудшение таргетинга. То есть вы будете условно тратить деньги, но не совсем будете понимать, а все же вы попали в того аудиторию, который изначально хотели, кто является вашим портретом аудитории, либо в какую-либо другую. И уже сейчас около 30% всех визитов, которые происходят на сайт, они уже, грубо говоря, обезличены. И поэтому, как следствие, мы видим ухудшение результативности охватных медийных компаний в общем сплите. Но улучшение, в основном, там контекстной рекламе, где основным паттерном и основным способом определения аудитории является поисковый запрос. То есть если человек ищет определенный Мерседес, то... Сколько у меня есть еще? Вы очень интересно рассказываете, но чуть-чуть давайте... Я не знаю, сколько у вас еще страниц. Я понял. Буквально парочку. Именно из таких вот инновационных вещей, которые классно и хорошо работают, как такое, опять-таки, очередное развитие программатики, которое мы будем наблюдать в 2022-2023 году, это как раз поскольку того, что Кука умирает, но чтобы таргетироваться правильно на аудиторию, один из возможностей, это возможность таргетироваться на свою колоссально большую серую базу. Легко рассуждать условному Сбербанку, у которого, ну, я не знаю, сколько миллионов контактов в своей серой базе, которую он спокойно может, ну, не спокойно, но со своими аналитиками может хорошо просегментировать, нарезать, да, и сделать определенные сегменты и на них таргетироваться, да, и быть точно уверен, что он попадает именно в эту аудиторию, потому что номер телефона, имейл, да, это является такими, это не куки-файлы, это, что называется, hard ID, это такие вечные данные о вас, да, то есть где вы были, на каких сайтах и тому подобное. С помощью определенных технологий можно найти эту аудиторию. Но что делать, если вы не Сбербанк, да, либо тоже крупнейший какой-то клиент. Есть несколько путей, где можно такую аудиторию найти. В первую очередь, это банки, ну, как нам, допустим, да, в рекламное агентство, если мы там пойдем в банк, мы упремся лбом о службе безопасности банка, да, которая никуда это, в общем-то, во вне не разглашает. Вторые игроки, у которых есть такая много информации, это сотовые операторы. Вот. У них достаточно широкие CRM-базы, да, которые как раз и позволяют проводить вот это вот такое таргетирование. И я расскажу буквально еще на двух слайдах и передам слово другим спикерам про то, какие технологии есть, которые позволяют им как раз найти эту аудиторию. При этом сотовый оператор никуда его вне не передает. Это все остается в рамках его контура. Соответственно, операторы не нарушают никаких законодательств. Но у внешнего рекламодателя появляется возможность, ну, грубо говоря, взять в аренду эту аудиторию, да, которая сотовый оператор знает, что это, да, за потребители. Мужчины, женщины, женщины с детьми, тому подобное. Сотовый оператор, опять-таки, подключается к различным игрокам, которые предоставляют инвентарь, условно, там, Яндекс, Гугл, там, другие кучи нишевых сетей в Рунете, у которых обладают, да, огромным количеством этих сайтов, да, и партнерств. Плюс у Билайна условного просто про Билайна, потому что мы с ними более плотно общаемся, но это есть не только у Билайна, как, собственно, почти что у каждого сотового оператора крупного. Можно использовать, опять-таки, возможности сотового оператора, когда, словно, ваш потребитель заходит на сайт конкурента, и в тот момент, когда он с мобильного устройства заходит, можно отправлять смс-сообщение либо пуш этому потребителю с просьбой одуматься, да, и не ходить к конкуренту, потому что есть предложение хорошего другого рекламодателя. Вот таких вещей, их просто там, 10 лет назад их просто не существовало, 5 лет назад говорили очень тихонечко о каких-то коллаборациях, но не более того, сейчас это наши трудовые будни. И мы можем таргетироваться, опять-таки, на людей, у которых стоят определенные типы приложений на телефоне, да, понимать, куда они звонили, и это, повторюсь, все легально, здесь без нарушения каких-либо законодательных вещей, все весьма ровно, понимать по смс, откуда она приходит. Условно, если вы покупаете в перекрестке, да, то какой-нибудь другой торговой сети, будет интересно как раз таргетироваться на вас и привлечь вас в свою торговую сеть, и сотовый оператор это видит в смс. Ну и различные вещи, такие как что за телефон у вас, вставляя симку в телефон, можно прям видеть модели и сразу понимать, да, условно, для клиентов, для компании Apple можно продавать аудиторию, кто используется Android, там, в частности, Samsung или Huawei, да, и пытаться их переносить. Различные операторы фискальных данных, это когда вы совершаете какие-то как раз оплаты продуктов в той же самой перекрестке, и оператор фискальных данных в виде детализации, что именно вы там покупали, и, допустим, если вы там покупали детское питание, подгузники, две банки пива, ну, наверное, система предположит, что у вас есть ребенок, да, ну и, возможно, если вы еще и мужчина, покупали две банки пива, она там в расчет не возьмет, но сможет попытаться таргетироваться на вас, да, как человека, у которого есть маленький ребенок в семье. Вот, и таким образом, это реальные вещи, которые позволяют экономия бюджет клиентов найти для клиентов и их клиентов, да, и мы ожидаем, что в ближайшем будущем при развитии различных стартапов, которые, к сожалению, в большей степени идут из Штатов и из Европы, но все же, при развитии различных инструментарий, оно докатится и до нас, и мы сможем предложить нашим клиентам еще более интересные инновационные вещи, которых, повторюсь, зарядует еще с Нового года, можно было, ну, там, сравнимо с книгами Брэдберя, читаешь, ты думаешь, ну, было бы классно, если бы так оно было, а сейчас смотрим, ну, у нас куча этих проектов, которые мы запускаем, оптимизируем, и это просто, да, трудовые будни, хотя, на мой взгляд, мы просто уже давным-давно живем в будущем, но со всей этой вот суетой мы об этом порой забываем. У меня на этом все, спасибо, коллеги. Спасибо огромное. Добрый день, а можно мою презентацию? Коллеги, я рада здесь присутствовать и рада видеть вас всех, кто сейчас с нами, кто предпочел бегающих собачьих как раз диджитал-маркетингу. Я продолжу вот с какой темой. Наша компания занимается программами лояльности, и вы видите некоторые компании внизу в подвале слайда. Соответственно, если у вас есть карты лояльности этих компаний, то вероятнее всего мы за вами следим и мы что-то о вас знаем. В общем и целом, мы, наверное, сидим на самой большой базе именно оффлайновых программ лояльности, оффлайновых ритейлеров в России. И вот этот вот слайд, он как раз и то, что до этого коллеги говорили о том, что данные, они очень важны, и компании, которые используют данные, они развиваются, продвигаются гораздо лучше. Да, на самом деле, это так и есть. И вот если мы смотрим тоже на свой опыт, как владельцы вот этих больших данных, мы можем сказать, что огромная есть разница между компаниями, которые эти данные используют, и компаниями, которые данные не используют. Вот в качестве примера, например, можно планировать акции с теми же желтыми ценниками на продукты, которые приносят больше сил ВИ, больше возврат клиентов, больше стимулируют покупки, а можно планировать те же самые акции от того, какие цены дает производитель или от того, где какая маржинальность, или то, что дает согласовывать отдел закупок. Результаты, они получаются немножко разными. Вообще, если мы смотрим на те промо, которые в компании существуют, они по большому счету являются основными потребителями этих знаний о клиенте, и в то же время являются поставщиками знания о клиенте. И, конечно, Артем рассказывал про эволюцию, как бы здесь тоже про некоторую эволюцию, но уже массовых промо различных компаний. Если с самого начала это были всегда массовые акции, те же самые желтые ценники, и прелести их понятны, это большой трафик, привлечение аудитории, и очень сложно на самом деле представить какой-то магазин без тех же самых массовых акций. Но, тем не менее, логичным продолжением развития, зачем создавать какие-то преимущества именно для тех клиентов, которые ходят к нам постоянно. То есть появлялись программы лояльности как способ дать какие-то привилегии этим клиентам. И дальше, соответственно, программа лояльности больше, становилось больше знаний о клиенте, акции становились более целевыми. Те же самые триггерные предложения для борьбы с оттоком, повышение среднего чека, возврат аудитории, когда существует целый вот кастомер Джонни, о чем и Артем говорил, и я думаю, что коллеги будут говорить. Как бы это все примеры целевых акций. Но сейчас развитие технологий, накопленные знания, бигдата, она позволяет для каждого клиента, для каждого уникального клиента планировать его персональную акцию. Смотрите, в чем проблема массовых промо. То есть есть какие-то безусловно позитивные эффекты, когда, например, есть есть группы клиентов, которые до акции не пользовались промо, началось промо, как бы они увеличивают потребление, и проходят акции, они остаются пользоваться. Есть группа клиентов, которые пользуются только во время промо, как бы это тоже необходимый плюс, который дает существенную прибавку, потому что как бы не было промо, они бы акции и не пользовались. есть клиенты, не очень многочисленная группа, но тем не менее мы вводим проба, мы вводим какой-то промо, они пробуют продукт и увеличивают употребление. Но в массовых промо есть еще такие же эффекты, как покупки в прок. То есть когда клиент покупал, например, две единицы, мы вводим промо, он покупает по сниженным ценам большее количество единиц, промо проходит, и он снижает свое потребление. То есть это уже все-таки негативный эффект. Но самая большая проблема в массовых промо это именно те клиенты, которые никоим образом не увеличивают свое потребление. Во время промо, до промо, после промо они покупают одинаковое количество товаров. Это те клиенты, которые купили бы и так. И по сути вот эта группа клиентов, она является именно затратами акций. И когда смотрим, ну это вот пример отчета, который в том числе реализован в нашей компании по оценке промо, то есть когда мы смотрим на вот этот инкрементальный прирост продаж, мы должны очень честно его оценить, потому что мы с одной стороны имеем потери на скидках, которые могут компенсироваться поставщиками, а могут и не компенсироваться поставщиками. Мы имеем эффект каннибализации, когда за счет продажи одного товара падают продажа других продуктов, аналогичных продуктов в этой категории. И мы имеем те же самые покупки в прок, которые тоже можно и на самом деле нужно оценивать. Вот и соответственно, если оценивать все эти эффекты, получается, что и вот слушала выступление Магнита, они говорили о том, когда они ввели вот эту вот новую оценку, новую методику оценки эффективности промо-компании, то оказалось, что гораздо большее количество акций, которые они до этого считали эффективными, они стали неэффективными. И, соответственно, с этим нужно что-то делать. Как пример, как инструментарий того, чем можно заменять массовое промо, даже не то, что заменять, а дополнять, является как раз персональное предложение. Рынок, как говорила, уже достиг такого, что можно внедрять искусственный интеллект, можно для каждого человека формулировать и предлагать какие-то его прямо персональные акции. И здесь все, кто сидит в этом зале, мы все получим какие-то свои персональные акции, которые построены на поведении каждого из нас, на покупках каждого из нас. И смотрите, что получается. Мы можем, то есть вот эти модели, которые можно разрабатывать, рекомендательные модели, они могут подстраиваться под поведение каждого. Сейчас, ну для примера, как бы мы вот эти персональные предложения запускали в Дикси и на базу около 5 миллионов мы готовим каждую неделю около 10, для каждого клиента около 10 персональных предложений. То есть это уже трехзначные цифры в миллионах в месяц. Если мы говорим про эти цифры, машина, в принципе, может спокойно эти масштабы перерабатывать. Это пример того, что каждый человек получает свои персональные предложения и получает персональные скидки к тому же. Есть варианты, когда тоже работаем с ритейлером, сейчас под Индией не можем разгласить название компании, но тем не менее в компании есть большое количество промо, около там 2-4 тысяч позиций различных промо. И наша задача, как мы используем вот эти вот алгоритмы, мы предлагаем, мы делаем коммуникацию, предлагаем каждому клиенту только те предложения из этого общего количества, которые ему будут потенциально интересны. То есть мы используем уже не, то есть скидка остается одинаковой для всех, это те же самые желтые ценники, но мы вводим индивидуальную коммуникацию под каждого клиента. здесь примеры, как это может выглядеть, то есть вы можете получать, вы можете на кассе пробивать продукт и соответственно в подвале вам будет показываться кассовый, дополнительный какой-то кассовый чек с печатью товаров, которые вы можете получать в следующую неделю, например. Это может быть мобильное приложение, то есть в середине как раз приложение TX, как бы куда вы заходите и выбираете какое-то определенное количество товаров, которые вы можете получать по скидке. И это могут быть те же самые рассылки, где контент каждого письма он кастомизирован по каждому клиенту. Что внутри? Что находится внутри таких систем? Как правило, здесь есть большие модули искусственного интеллекта. Когда-то, несколько лет назад мы пробовали делать одну модель, мы сейчас понимаем, что все-таки одна модель это не очень эффективно и лучше работает сочетание нескольких моделей, они дают более точные результаты. И, наверное, все-таки на 80% эффективность работы таких сервисов она зависит от качества предлагаемых моделей. Поэтому это то, во что мы инвестируем в первую очередь с каждым разом наращивая, усложняя сложность, вводя новые модели, вводя до обучения. Но один искусственный интеллект по большому счету это ну как бы это просто алгоритм. Он не может обозначить, он не может выделить цель для себя. Это как те же собачки, которыми нужно управлять. И вот блок сегментации, когда мы каждого клиента можем выделить, разделить на сегменты, поставить какие-то определенные цели, это тоже необходимая часть вот таких решений. Что это, о чем это говорит? о том, что если клиент находится в группе оттока, то мы будем предлагать ему только те товары, которые он покупал до этого. Покупал их, например, без стимулирования или с большой скидкой. Если клиент находится, например, в высоком сегменте, то для такого клиента мы будем предлагать уже какие-то новые товары, чтобы он их попробовал. Или будем предлагать более дорогие товары существующих категорий. То есть вот эта вот логика, она, несмотря на то, что товары каждый получит индивидуальные. Вот эта логика, она может быть разной для разных сегментов. Еще один компонент это постфильтрация, потому что всегда есть исключения, всегда есть алкоголь, на который, например, нужно держать цены не ниже определенного уровня. Это могут быть какие-то товары для животных, это может быть учет обратной связи от клиентов, когда вы можете выбрать, что вот эта категория мне не нравится, и мы уже никогда не будем ее вам предлагать. И, соответственно, как бы все эти прекрасные компоненты нужно совместить таким образом, чтобы все это работало, чтобы все эти персональные предложения генерились автоматически, как бы вот эти вот миллионы, миллиарды, чтобы они загружались в процессинг автоматически, как бы и чтобы шла автоматическая рассылка персональных предложений. И при этом задача маркетолога, она становится только в том, чтобы смотреть вот эту отчетность. И получается, что запускать вот такие персональные акции на большое количество клиентов, на многомиллионные базы, запускать их на какой-то регулярной основе на самом деле легче, чем запускать какие-то таргетированные акции, особенно, когда подбор вот этих сегментов идет вручную. Или даже те же самые триггерные акции, в которых есть все-таки есть проблема с оценкой эффективности, с подбором сегментов, с подбором контрольных групп. Как работает персонификация? Поскольку это уже я называю рабочий кейс, в принципе, мы можем поделиться данными, которые имеем на данный момент. То, что мы видим по росту прирученного товарооборота в сравнении с контрольной группой, это около двух процентов, это даже больше, чем два процента. Вот, в принципе, эти данные, мне кажется, что они вполне себе высокие, потому что, если мы смотрим на годовые отчеты компании, особенно в продуктовом, в ритейле, эти цифры, они очень соизмеримы с тем, чем компании отчитываются. Также мы видим, что у клиентов, которые вовлекаются в механику, которые начинают регулярно вот эти механики использовать, они начинают с течения времени больше ходить и начинают больше покупать. то есть у них растет повышение частоты покупок и повышение сумм покупок. Ну и, соответственно, еще один такой эффект, мы видим, что количество доля массовых промо, доля желтых ценников в их покупках она начинает падать. Соответственно, идет уже упор именно на вот эти персональные, на целевые предложения. Ну и еще примеры того, как это работает, но уже со стороны коммуникаций. То есть, если мы берем отдельные каналы, если мы, например, те же самые e-mail, то обычно стандартный open rate это где-то около 10-13%. То есть, это обычные письма бывают ниже, например, по оценкам удовлетворенности может быть и выше, но, тем не менее, средний показатель такой. По персональным предложениям, если это уже запущенная механика, как бы это данное не начало, но open rate около 40%, то есть, это уже практически в 4 раза больше. То же самое по мобильному приложению. То есть, если мы ведем вот эту коммуникацию через мобильное приложение, то есть, мы видим разницу между тестом и контролем около, там, за 10%, там, 13%, может быть, 15%. в то же время, если мы оцениваем с контролем вот этот вот чистый отклик в какой-то обычной акции, то есть, это тоже, там, полтора процента, как правило, там, 1%, вряд ли, кто-то больше, кто-то работает с какими-то другими цифрами, то есть, здесь все-таки на порядок цифры больше. В принципе, наверное, я уже так быстро пролистнула. Называется презентация Digital Marketing «Взгляд со стороны». Я пока сидел, придумал еще чуть-чуть название из прошлого в будущее. Спасибо, Илья, за такую подводку. Ну, конечно, не могу отделаться от ощущения, что количество людей в зале обсуждать в офлайне Digital работы, требующие определенного самоотречения. Ну, давайте мы все-таки с вами попробуем. Знаете, я сам себе напоминаю, кто-нибудь, поднимите руки, кто помнит фильм вот этот на Дерибасовской «Хорошая погода», на Брайтон-Бич «Опять идут дожди». Я вот что из прошлого, да, поэтому спасибо, друзья мои. Я себе напоминаю вот это, помните, там, на связи Рабинович, когда говорит «Белый дом один белым дом другим», и тут прерывается связь и «На связи Рабиновича». В этом смысле моя замена сегодняшней выглядит примерно так же, то есть должна была выступить компания «Ипс» с брендами, с трендами, и вот я безумно уважаю эту компанию, я слушал очень много докладов и действительно, действительно очень интересно. Вместо этого будет выступать, ну, не Рабинович, но Давидович, который расскажет свой индивидуальный взгляд на то, что происходит в маркетинге. Погнали! Так, ну, минутка Вячеслава, про себя рассказывать не буду, неблагодарное дело, тем более через 15 минут вы все, даже через 5, обо мне составите свое собственное представление и нет в этом особо никакой необходимости. Друзья мои, вот слушал я два этих доклада и прям видно, что люди разбираются абсолютно без иронии, с глубоким уважением. Поднимите руку, кому вот не покидает ощущение на протяжении многих лет, что диджитал-маркетинг это сложно. Вот прям реально сложно. Тик-Токи, какие-то автоворонки, мы вместе, автоворонки, какие-то вот это каналы и так далее, вот. В частности, там, то, на что диджитал долго упирал, это там, что прозрачность данных, на самом деле, мы уже понимаем, что в диджитале обманывать не сложнее, а может быть, даже и проще. Эпикров, я тут решил, когда выступление шутки же надо начинать, вот. Однажды ты спросишь меня, кого я люблю больше, тебя или маркетинг, я отвечу, что маркетинг, ты уйдешь, но вернешься, потому что ретаргетинг, автоворонка, программа лояльности. Так вот, давайте все-таки подумаем, как бы нам ответить, что про любовь, да, про любовь. Смотрите, я изобразил, я долго думал, как выстроить вот этот первый заглавный слайд, который задаст тренд, и вот все, что, сейчас я попробую, не видно, все, что ниже ватерлинии, да, все, что ниже, это фундамент, на котором стоит вот это здание, да, вот здание маркетинга наше, это то, что сверху, и то, что под землей, и вот то, что под землей, это маркетинг, это некий фундамент, на котором все стоит, а то, что снаружи, это диджитал, то есть, надстройка, но, фишка в чем, что без хорошо выстроенного фундамента, маркетингового, да, у меня же взгляд, из прошлого, до диджитальной эры, и на мой взгляд, а фундамент, знаете, что, то есть, можно посмотреть любую часть здания, любую часть здания можно посмотреть, Там лифты как ездить, окна там моют, кондиционеры и так далее, и так далее. Нельзя только в здании увидеть одного, нельзя увидеть фундамента. И поэтому, на мой субъективный взгляд, на связи Рабинович, мы помним, вот мы все сосредоточены над тем, что на поверхности. То, что мы видим, мы пытаемся выстраивать вот это здание, достраивать какие-то этажи, все рушится, мы снова пытаемся настраивать. В этом смысле, поскольку наша с вами задача выстроить прочное здание, которое будет надежное, а задача маркетинга по-прежнему, как и раньше, не поменялась. А именно, генерить дополнительную прибыль компании. Дополнительную прибыль компании, потому что со всем остальным могут справиться продажники. Что же находится в основе? Из чего наше здание маркетинга произрастает? Значит, смотрите, по-прежнему, так же, как и 50 лет назад, о концепции позиционирования 52 года. Мы с ней ровесники, я и концепцию позиционирования, мы с ней вместе эволюционируем. Я надеюсь, становимся лучше, с годами как хорошее вино. И по-прежнему нам с вами нужна дифференциация. Кстати, вот, кто увлекается ресторанной темой, очень много Борис Зарьков, успешный ресторатор, про это говорит. Дифференциация, дифференциация, дифференциация. То есть у нас, как хочется, давайте упрощать, давайте попробуем упрощать. У нас по-прежнему битва разворачивается в головах пользователей, правильно? И по-прежнему нам надо дать людям причину покупать у вас вместо конкурентов. И это то, что лежит в основе. Соответственно, по-прежнему BMW Drive, а Volvo это безопасность. Мне очень многие оппонируют и говорят, слушай, ну это вот, просто они давно это начали, поэтому у них получилось. Я когда отвечаю, говорю, слушайте, ну просто они делают то, что нужно, поэтому они очень четко ассоциируются. Не сочтите за дешевый пот, но у нас в семье есть и то, и другое. И BMW, и Volvo. Просто живем за городом, пятеро детей, поэтому семейная логистика предполагает две машины, обе там внедорожники и так далее. Но вы знаете, вот сегодня я приехал на Volvo, потому что вот в такую погоду, когда выезжаешь, хоть чувствовать себя поспокойнее. А летом я пересаживаюсь на BMW, и вы знаете, к чему я? Что вот это не просто написано у них на сайте. Это ощущается в качестве продукта. И я вам скажу больше, каждая компания, каждая компания чем-то отличается от другой. Каждая компания уникальна. И вот из этой уникальности вырастить позиционирование, как стратегическое конкурентное преимущество, я про стратегию, в общем-то, больше с компаниями разговариваю. Я считаю, это то, что сейчас, ну, не то, что безнадежно забыто, да, но вот я там состою в различных там профессиональных там группах, чатах и так далее, и так далее. И, в общем-то, СММщики вынуждены сейчас это дело выстроить, потому что в бизнесе это не простроим. Это первая история с точки зрения от сложного к простому. Дифференциация. То есть чем вы отличаетесь от всего остального? Второе, то, что лично я вижу, это такой колоссальный разрыв между директором и маркетологом. Именно как раз в разрезе построения стратегии. Я провел такое небольшое качественное интервью, опросил несколько директоров-собственников бизнеса. И вы знаете, они смотрят друг на друга в такой отчаянной мольбе, кто же вот сформулирует вот это стратегические постулаты, стратегические основы. То есть директор по маркетингу говорит, директор по компании-владелец там смотрит на своего маркетолога главного, или директора по развитию, как он называется, и говорит, ну где, 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 сформулируй. Директор по маркетингу, в свою очередь, смотрит на директора и говорит, слушай, ну я вот все, я тебе хошь воронку, хошь там персонализацию, хошь что, ты только скажи про что бизнес. И вот они смотрят друг на друга, есть тонкая связующая нить, простите за банальность, но тем не менее, собственно, все, кто занимается бизнесом, они вот про левое, да, выручка, прибыль, капитализация и так далее. И вот все, с кем я говорил, они слово маркетинг на самом деле редко употребляют, генеральные директора и владельцы. Они озабочены бизнесом. Да, они оперируют маркетинговыми понятиями, но их беспокоит бизнес. И маркетинг, маркетинг. И когда я говорю про этот маркетолог, у них прямо происходит слом шаблон, я там веду курсы в институте, в Ранхиксе, для предпринимателей, там, для молодых маркетологов и так далее. И я говорю, вы понимаете, как видит вас бизнес? Вас бизнес видит как затраты. Вот какой отчет не возьми из вот этих трех, да? Прибыли и убытки. Вы где? В убытках. Движение денег. Вы где? В расходах. Баланс. Вы где? В пассивах. И так далее. Ну да, активы там туда-сюда, но кто же его считает? Вот. Поэтому, соответственно, вот эта тонкая нить, которая связывает вот трафик, конвертация, средний чек, там, качество товара в корзине и так далее. И вот дальше там маркетологи со своими там CPA, CTP, CTR, GRP, и вот когда генеральные директора это слушают, они, значит, им говорят, подожди, я себе про выручку хочу говорить, про прибыль. Говорят, подожди, я тебе тут с 5 сетей, и вот нету, нету, нету понимания. Все на тонкую. Значит, мое субъективное абсолютно впечатление, почему это происходит, что директоров по маркетингу не пускают дальше литгена. Им говорят, дружище, ты мне вот клиентов пригони, трафик на лендинг. Вот трафик на лендинг, это феяня нашего времени. Гони трафик на лендинг, все дальше, ничего, как говорится, от тебя не требуется. Но минуточку, друзья мои, реклама плохого товара, это сказал не я, это сказал Агил, еще в середине прошлого века, классика рекламы. Реклама плохого товара ухудшает продаж товара. Поэтому, собственно, вот этот разрыв, и поэтому все срастается на тонкую. Во-первых, все ждут друг от друга стратегии. Во-вторых, маркетологи, с другой стороны, не пускают условно дальше литгена. Понятно, что жизнь богаче и так далее. На самом деле, это не только в B2C. В B2B, я общался и в B2B, а там прям другая история. Мы прям точно знаем поименно, там, сколько там, тысячи или две тысячи наших целевых клиентов. И мы прям знаем, кого мы хотим, но мы не знаем, как к ним прорваться и что им сказать. То есть вот этот месседж, вот это то самое дифференциат. Теперь дальше. Собственно, после того, как мы... Что же представляет из себя современный маркетолог? Если тот человек, скрины, которого я сделал, увидит, что я эти цифры вам показываю, она убьет меня, если не успеют убить ее. То есть это реальные скрины реального директора по маркетингу и то, как выглядит ее ежедневная работа. Это процентов 10 тех цифр, в которые человек смотрит. То есть, собственно, цифры, да, у нас цифровой, диджитал и так далее. То есть вот это здание, да, то есть очень важно, что происходит на каждом этаже, как с чего, как это все простроено, то есть вот от этого фундамента. И современный директор по маркетингу, он, конечно же, обложен таблицами. Он может их делать сам, он может иметь сильного аналитика, это не важно. Но важно, что он смотрит вот эти простынки, вот он смотрит эти простынки цифр, видит как сквозь, помните, вот этот нео, как он сквозь матрицу начинает видеть цифры, цифры, цифры и проступает в бизнес. И я могу сказать, что человек, который, и я прям восхитился, я был в шоке. Вот, кто-то это там строит в виде майнмэпов и так далее, и так далее. Но идея такая, что там эффективность, там, ну, я не могу назвать ключевой показатель, эффективность, скажем так, приведенного потенциального клиента, она, по-моему, чуть ли не на порядок выше, чем по рынку. Человек просто построил вот эту цифру, то есть он все посчитал, и вот в ручном режиме вот это все регулирует. Соответственно, это может быть… А теперь давайте поговорим там немножко вот про прошлое мы поговорили, теперь давайте вот про настоящее, немножко про про будущее. То есть, что нас с вами глобально как бизнес ждет? Ключевое слово, можно записать или запомнить, это децентрализация. То есть, если раньше мы там, условно говоря, со всех каналов, я упрощаю, я упрощаюсь, сливали трафик на лендинг, или там на один большой сайт, или на несколько лендингов, то теперь у нас, смотрите, некая для каждой бизнес-задача, я взял вкус, у которого свой любимый, вот, как бы откуда, чего, как приходят и так далее. То есть, соответственно, если вы хотите посмотреть, ну, не только сквозь таблицы, а сквозь таблицы сложно, попробуйте, эта схема вкусовела сложная, у вас она может быть попроще. Свести вообще такую, как бы, ну, не приборную панель, но вообще посмотреть на бизнес, там так, helicopter view, посмотреть, как это все, с каких каналов, куда поступает, как, чего, сейчас, и, соответственно, спроецировать в будущем. То есть, вот, со всеми этими отказами, CTP, куда, чего и так далее. То есть, такая, как бы, такая на операционном уровне стратегическая, тактическая реализация вот этой истории. Ну да, не забываем, что помимо вот этих всех приложений и так далее, и так далее, у нас еще наступают голосовые помощники. Презентацию собирал вчера, просто у меня, поскольку на связи Рыбиной еще внезапно, то просто важно не забывать, что это тоже очень большая часть, и сейчас уже из трендов Amazon на базе своего голосового помощника Alexa позволяет делать интернет-магазинам такие, ну, как бы, свои, ну, решения, понимаете, то есть, в базе Alexa, да, и конкретно по каждому интернет-магазину вы можете своего такого ассистента сделать. Идем дальше. Смотрите, что я еще вижу. Собственно, можно было вообще только один вот этот слайд показать и больше ничего не показывать, да? Вот это тренд. Вы сейчас все сидите в телефонах, соперничать с этим тяжело, вам туда стекаются огромные потоки информации, и, собственно, совершенно очевидно, совершенно очевидно, что просто вот как, на что бы я советовал обратить внимание, просто вы знаете, смотрите, ребята, друзья мои, что вот телефон – это основная точка взаимодействия бренда. Основная точка. И как нас видит клиент через телефон, и как мы общаемся с клиентом через телефон. К B2B, сразу говорю, тоже относятся. Значит, ваши ребята чатятся с ним там через мессенджеры, или они ему пишут какие-то сообщения по электронной почте там с телефона, он с телефона отвечает и так далее. То есть клиенты видят наш бизнес через телефон. Мы же продолжаем пользоваться обычным экраном. Это просто из практики. Из практики. То есть когда, например, я тут консультировал одну компанию айтишную по поводу создания сайта, и когда они прислали готовый вариант, я даже не посмотрел на десктопную версию. Я говорю, слушайте, у вас тут в мобайле все слетело. Они говорят, на десктопе все хорошо. Я говорю, я десктоп даже смотреть не буду. Больше 70% запроса, а мое субъективное мнение, что там все больше 90%, уже давно идет через мобайл. Поэтому если вы хотите быть в тренде, если вы хотите разобраться в маркетинге, в цифровом маркетинге, то я бы советовал, конечно, посмотреть вот именно с такой стороны. В свое время посмотрела NVIDIA, где мне посчастливилось работать, и они сделали такую концепцию, скажем так, One Retail. Когда, собственно, очень важно, и предыдущий доклад про это говорил, что очень важна персонализация. То есть если приходит непонятно, кто в магазин, а по-прежнему там, по-моему, больше 70% покупок завершается в магазине, то непонятно, как с ним взаимодействовать, чего и так далее. И консультантам тяжело. Поэтому они создали модель One Retail, что с одной стороны человек со своим мобильным приложением, с другой стороны продавец со своим мобильным приложением и выглядит все это очень стильно, молодежно, свежо. Приходит человек, подходит к продавцу, говорит, здрасте, он говорит, скажите ваш номер телефона, достает свой, у него там приложение свое продавцовое, и он там дальше уже вот этот персцена, и так далее, и так далее, и так далее. И вроде как все хорошо, но почему не очень, мы поговорим с вами чуть позже. И так, дальше, соответственно, ну я как человек ритейла, еще один тренд, который я вижу, я вот как бы как девиз такой, это O2O, это онлайн плюс оффлайн. И здесь очень важно рассматривать этот опыт комплексно, потому что вот все говорят, цифровая трансформация, цифровая трансформация, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Ну, сколько ни говори халва, во рту слаще не станет. По мне идет не только цифровая трансформация, более того, цифровая трансформация является следствием другой революции, логистической, и в соседних залах идет на эту тему дискуссии, я уверен, про это тоже говорят. То есть, собственно, то, что я вижу, то есть я вот живу за городом, и каждый день я получаю смс-ку счастья, я проснулся, смотрю, о, жена уже вкусвилл заказала. Если у вкусвилла не будет доставки, нет для меня вкусвилла, все, понимаете? А у вкусвилла доставка есть, они строят там торгсторы, и это вообще другая модель развития бизнеса, где цифровой маркетинг, это не только контекст, да? Ну, и возможность из приложения заказать, и курьер к тебе, как говорится, в дверь занес вот этот пакетик счастья. И вот это именно проектирование пользовательского опыта, не клиентского опыта, не отдельного, а именно вот посмотреть, как это все работает, это тоже важная история. Кстати, вот вы можете видеть, как бы, тост, да, можно поднять, бокал стоит и так далее. Это вот как раз попытки спроектировать, это на цветном бульваре, по-моему, открылся, это реальная фотография, флагманский магазин Рив Гош, шампань баром, да? То есть там веннинговый автомат, и можно посидеть, попить и так далее. То есть вот это миксование опыта, понимание, как сделать так, чтобы человеку было удобно, это еще один тренд. И дальше то, что уже активно развивается в Америке, буквально на этой неделе была, по-моему, информация о сделке магнита и гастронома, это когда ритейл медианетворк, на самом деле там уже туда все уходит, когда идет слияние, туда уходят бюджеты. И то, над чем я бы вам посоветовал подумать. Соответственно, у вас, смотрите, у вас есть ритейл как канал, и вот партнерство Walmart и Meredith в Америке, когда контент, значит, что они сделали? То есть ты смотришь какие-то рецепты, которые есть на платформе Meredith, отмечаешь там в Walmart, что ты хочешь приготовить, какой рецепт, прямо у себя в приложении, отмечаешь те продукты, которые у тебя есть, она все остальные автоматически сбрасывает в корзину, и дальше они параллельно пилят уже доставку там to the fridge, то есть доставку к холодильнику, понимаете, да? То есть вот он пользовательский опыт, вот он онлайн с оффлайном, вот она вот эта логистическая, как говорится, революция. Потому что вот я, например, увлекаюсь готовкой, и для меня всегда, знаете, обидно, что вот все-все там что-то у тебя вроде есть, ты там за тебя замутил рецепт, он такой доморощенный футбол, говорю я такой, и потом, бац, какой-нибудь приправы не хватает. Ну, конечно же, ты блюдо доготавливаешь, но ты не понимаешь, как оно будет выглядеть. И вот это всегда очень обидно, пожалуйста. Я надеюсь, вот я на неделе поздравлял Наташу Чернышеву со сделкой с магнитом, я надеюсь, что они то же самое реализуют у нас, потому что это тот следующий уровень диджитального маркетинга именно, не просто контекстно, не просто медийки и так далее, и так далее, а именно маркетинга, который позволяет взаимодействовать с клиентом, позволяет с ним установить более плотную связь, то есть протянуть вот эту связь от клиента к бизнес-показателям компании. Да, помню вот этот разрыв. Поднимите руку, кто знает этого чувака? Никто не знает этого чувака? Внимание, барабанная дробь. Я был в шоке, значит, накануне Нового года я узнал, значит, эту историю. Это Остин Ли, значит, его называют еще королем помады. Он провел 12-часовой стрим на платформе, по-моему, Таобао, как-то она называется. Как вы думаете, на какую сумму он продал товаров за 12-часовой стрим? Как вы думаете? Сформулировали? Теперь посмотрите реальные результаты. 1,7 ерда долларов. Да, это Китай. Да, они там все дрессированы, как говорится, под куполом цирка. Это все понятно. 250 миллионов просмотров. Но смотрите, что происходит. Это следующий тренд. Блогеры – это новые медиа. Понятно, что, соответственно, сейчас тоже существуют платформы автоматизации и так далее, и так далее. Но вот на что бы я вам советовал посмотреть, да, а как бы мое выступление уже очевидно, вот я хочу обратить внимание на то, что остается именно, то есть это не системное выступление, это именно на то, что остается за кадром, то, на что бизнес особо внимания не обращает, а на мой взгляд стоило бы. Это стриминг. И на самом деле стриминг набирает популярность. И у нас в России стриминг уже тоже есть. Я был на другой конференции, где слушал доклад «Клоранс». Женщины знают, да, это косметику. Соответственно, там они прям проводили стримы со своего сайта. Очень хорошие результаты. Поэтому, соответственно, у нас то, к чему мы приходим, это так называемые «creators economy». Когда бренд создает не больше 20-30% своего контента, а остальное – комьюнити. И вот диджитал маркетинг 22-го года, для тех, кто хочет быть на шаг впереди, это именно работа с комьюнити. Как сейчас выглядит работа с комьюнити? Вот, пожалуйста, вот как выглядит у них, как выглядит у нас. Это вот реальная фотография, золотое яблоко, вот там стример, что-то там стримит. То есть, соответственно, давайте посмотрим. Сейчас попробуем это переложить на нашу действительность. Я вот по дороге к вам проезжал центральный детский магазин. Тут недавно имел общение с товарищем, который там занимается их продвижением. Они считают, что их конкуренты? Цунгум. Ну, Цунгум, ЦДМ. Ну, что, нормально трехбуквенные торговые центры. Ну, извините, собственно, я когда работал там директором по маркетингу формулы кино, мы видели те трафики, которые идут. И это даже не дети. И это не ЦУМ и не ГУМ, потому что это дорогая аудитория, она там напротив в Третьяковском проезде, да? Вот, обитает. А это там студенты, приезжие, они их называют туристами. Но вы же понимаете, да, что приезжие от туристов мало отличаются. Никого не хочу обидеть. Вот, просто у приезжего другой уровень траты, другой уровень количества денег и так далее. То есть это приехать с ребенком, показать, вот центральный детский магазин, купить ему какую-нибудь фигнюшку там копеечку, ну и все. И, собственно, почему бы не сделать ЦДМ как вариант платформы для стриминга? И эта задача стоит перед всеми торговыми центрами. Потому что если раньше торговый центр был король, то сейчас нет. Сейчас я вот вчера имел беседу с владельцем одной крупной обувной компании. Я забыл сказать, что опрос я проводил среди бизнеса, который 400 плюс миллионов годового оборота. И он говорит, у меня сейчас все просто. Я стою, говорит, до окончания договора аренды. Дальше предлагаю свою штрафку, нет, закрываемся. Все. И уходят в другие каналы. Вот, поэтому, соответственно, сейчас диджитал маркетинг, с моей точки зрения, да, конечно, там по блогу будет уходить в контекст, потому что все хотят сегодня. Все хотят сегодня. Но, если вы хотите иметь завтра, то тогда, конечно, это как креатор с иконами, это создание зон для стриминга и такой, я его называю, народный маркетинг. Ну и это, советы, советы. Конечно же, Долг думал, чем закончить. Вот, с чего начать. То есть, все-таки, очень коротко. Первое, это построить фундамент, помните, да, то есть то, что лежит под нашим зданием, потому что количество этажей определяется качеством фундамента. Это номер раз. Соответственно, проанализировать статистику каждого канала, неважно, или построить такую красивую карту, или как бы простынки таблиц, то есть так или иначе ваш маркетинг должен это обеспечить. Ту же самую историю сделать по конкуренту, посмотреть, что у них, посмотреть, что у вас. Вот. Ценность не в отдельных отчетах, еще раз. Не вот этой сквозной воронки, а по затачах увидеть картинку в целом, то есть немножко подняться над бизнесом. Мы и так 24 часа в операционке, друзья мои. Понятно, что у всех зубах навязывал вот LCGM. Ну, так сделайте уже. Давайте его сделаем, посмотрим, как есть, посмотрим, как бы нам хотелось бы, посмотрим, как это у конкурентов. Ну и, соответственно, смотрите, если вы действительно хотите знать правду о бизнесе, вам ее ваши клиенты расскажут. Вам клиенты расскажут. Но только задача-то какая? Ну вот, опять, секунду буквально. Говорю с владельцем крупной B2B-компании, производственной рекламной производственной компании. Я говорю, какая у тебя проблема в бензу? Говорю, Олег, кадровый голод. Нет людей, говорит Олег, нет, камура. 20 вакансий. Он мне открывает этот слайд и начинает показывать. Я еще этого, этого, этого и вот этого, раз этого. Пока он мне, значит, там показывает, мы там по Zoom общались. Я, значит, открываю сайт отзовик, и там все понятно. Никто не хочет к нему идти работать. Потому что у этой компании есть репутация. И он не может найти, как говорится, людей. Потому что я потом не пойду. Думаю, ну ладно, мало ли, там на отзовиках пишут. Пишут там людям, которые... Я говорю, такую компанию знаешь? Он говорит, все понятно.